Старая история на новый лад, дико популярная сейчас в интернете. Судите сами, не менее 500 пабликов, на которые подписаны миллионы, живо обсуждают сейчас своеобразное поведение матерей, главным оправданием которого является фраза «Я же мать». Таких ежематерей в сообществах оправдывают и высмеивают, защищают и осуждают. А самые активные и аналитически настроенные пользователи интернета даже классифицировали их по подвидам. Итак, подвид первый – квочка трясущаяся. Эти мамы прочно забыли о других социальных ролях и ответственности и любой свой поступок объясняют с точки зрения материнства. Я боюсь бить человека, поэтому я прошу вас, отойдете к тому, что я собью человека. Я мать, у меня маленький ребенок, меня вообще нельзя сейчас привлечь. Да, вы знаете, что женщина, обладающая маленьким ребенком, не подлежит административному решению? Подвид второй – пуп-звезда. Это вообще мать героиня, которая считает, что ей априори все должны. Похоже, таких больше, чем всех остальных. Сумку еще продаете? Да. А бесплатно не отдадите? Простите, а с чего бы? Просто у нас сейчас проблемы с деньгами, я в декрете сижу. Сумка очень понравилась. Сумка продается за вполне конкретную цену. Снижать или отдавать бесплатно я не собираюсь, потому что сама покупала ее за немалые деньги. Вам так сложно помочь мамочке в декрете? Подвид третий – гиперактивная мать. Эти женщины остро нуждаются в социуме, и чтобы не утратить с ним связь во время декрета, читают и репостят все и вся. И в один прекрасный момент вдруг осознают себя экспертами в любых вопросах. И начинают раздавать советы налево-направо, ведь они уверены в собственной правоте и готовы глотку грызть за свое непогрешимое всеведение. Такая гиперактивность может стать опасной. Вот свежий пример. В Уфе недавно был жуткий случай. Десятилетнюю девочку изнасиловал и убил маньяк в ста метрах от ее школы. Общественность встала на дыбы, мамы, понятное дело, стали бояться за своих детей, провожать и встречать их в школу. И полиция, надо отдать им должное, через три дня задержала маньяка. Но на этой истерике за те самые три дня пробудились я же матери, которые заподозрили в этом жутком преступлении учителя физкультуры и устроили ему откровенную травлю, как в сети, так и в реале. За трое суток мужчина получил такое количество безосновательных угроз в свой адрес, что чуть не повесился, еле откачали. Произошло это как раз в тот вечер, когда реальный убийца был задержан и давал признательные показания. Конечно, классификация – это условное и неполное, но дает представление о явлении как таковом. Ведь несмотря на то, что популярные я же матери в интернете, встречаются они нам именно в реальной жизни. В общественном транспорте, очереди, больницы, на дороге за рулем собственного авто, во дворе и на лестничной площадке. Психолог Ирина Шамбина считает, что такое поведение не норма и требует коррекции. Скорее, сама она делает это из своей какой-то такой, ну, может быть, бедности, что ли, эмоциональной бедности. Не потому, что она делает это специально. Скорее, она, правда, это свое поведение чаще не осознает. Ну, и вот, и такое я же материнство, мне кажется, имеет, ну, вот, корни и причины все-таки в нарушенном типе привязанности, который сама мама приобретает, будучи ребенком в своем детстве, вместе со своей мамой. Есть определенные психологические взаимосвязи с темой материнства и у пользователей соцсетей, пристально наблюдающих за я же матерями, считает психолог. Ну, видимо, в этих переписках и в этих пабликах, правда, очень много энергетики и эмоций. Они, видимо, затрагивают очень сильные какие-то переживания. С этим готов поспорить представитель интернет-культуры, блогер Михаил Шишов. По его мнению, тема я же матерей всего лишь прикольный тренд. Скажем так, кошечки уже поднадоели. Ну, это такой достаточно повседневный юмор, с которым, в принципе, даже студент, которого нет у детей, он может впоследствии столкнуться и просто вспомнить эту историю, как-то выкрутиться из нее с юмором, чтобы не попасть в просаг и не сделать ту же самую скидку из-за того, что просто у человека, ну, недавно она родила, и из этого и наши какие-то привилегии делать. Итак, вместо того, чтобы читать книги или записаться на онлайн-курсы иностранного языка, ежематери становятся посмешищими или общественными церберами. Выскочить из этого порочного круга им очень непросто. И вот совет от онлайн-эксперта. Если рядом с ежематерью оказывается умный и внимательный мужчина, то он вполне в состоянии перенаправить неизрасходованную энергию своей половинки в более созидательное русло. Хотя блогер Михаил Шишов прогнозирует, что движение ежематерей в интернете останется на пике популярности еще долгое время.